Архивы это такая закрытая для съемок территория. Конечно, из-за того, что у всех архивов есть услуга копирования. Какие деньги от нее можно ждать, если всем разрешат снимать в читальных залах? При этом официальная причина возможной порчи документов при съемке. Это, конечно, тоже верно. Люди, даже академики, нередко просто варварски обращаются с документами, и я уверена, что многие не постесняются разломить переплет 18 века, чтобы что-то там, ушедшее в него, доснять. В архиве Министерства обороны вы не сможете даже достать телефон в читальном зале, чтобы вам не сделали замечание, не говоря уже о более профессиональной технике. Но в некоторых архивах все проще, так как есть, например, аппараты для микрофильмов, а с них снимать официально разрешено, так же, как и снимать с экранов компьютеров. Проходим с вами в архив ЦГА Москвы, его еще называют ЦИАМ, это все старые названия, сейчас он называется ЦКАМ. Здесь мы сразу уходим из метро, получается, в него упираемся. И сразу вот я показываю здесь, сейчас это основной зал. Ну, собственно, основной, потому что там есть бумажные документы, и там можно посмотреть микрофильмы, но в основном это зал для просмотра все-таки бумажных документов. А если пойти дальше, то вот это вот большое здание, библиотека, как бы, да, там находится и второй читальный зал. Это все тоже принадлежит архиву, просто разделено, и нужно дойти. Вот сейчас был торговый центр, там можно, в принципе, поесть. К сожалению, это единственное место, где я знаю, можно поесть тут. Это еще один архив научно-технической информации, по-моему. И вот так вот, собственно, вы идете в течение нескольких минут и доходите не только до другой двери архива, но еще и до другого входа в метро. То есть, в принципе, если вы знаете, что вам нужно четко сюда, можно выйти здесь. Но, как правило, все бегают все-таки от одного зала к другому, потому что там описи все находятся в основном зале, а здесь, если вы хотите что-то заказать, то вы должны уже знать, что. У них есть несколько компьютеров, где можно посмотреть электронные описи, но так или иначе, вот все приводит к тому, что приходится бегать между этими двумя зданиями. Но здесь вот, что важно, есть библиотека, там есть в том числе адрес календари, это очень здорово смотреть на них в бумажном виде. Охрана, зал, который обычно переполнен сейчас людьми, которые хотят посмотреть микрофильмы, потому что сейчас у них не работает практически половина аппаратов. До 16 ноября обещали починить, но вот не знаю, в ноябре я сейчас там еще не была, починили или нет. И из-за этого там скапливается такая очередь, что я сидела последний раз часа два, вот, и чудом еще успела до закрытия хоть что-то посмотреть. Ну, возможно, если вы придете совсем рано до открытия, то посмотреть успеете. Здесь, получается, так выглядит микрофильм, точнее кусок микрофильма, аппарата микрофильма. Они, конечно, старые, и, собственно, поэтому они так и ломаются. Ну, правда, вот такой поломки, это, конечно, прям что-то выдающееся. Обычно там один-два сломаны, а не половина. На них, конечно, не очень хорошо все видно, но, собственно, имеем, что имеем. Ну, вот. Я на них смотрела, на самом деле, я снимала это в первом зале и смотрела там домовые книги, но не нашла, к сожалению, то, что хотела. Как они выглядят, сейчас будет на видео, там, примерно, да, какое-то будет черно-белое изображение, вот, как выглядят, в принципе, домовые книги. Ну, я думаю, то, что содержится в архиве Москвы интуитивно всем понятно, то есть это материалы, в первую очередь, по Москве, Московской области, а также по бывшей московской губернии, и поэтому там многое, очень многое можно найти. Я знаю, что по метрикам, например, там такой более-менее провал в 1870-х годах по всем, по всем, по московской губернии точно, не знаю, ну, да, собственно, по всем уездам. Ну, так, что-то общее сказать, честно говоря, еще сложно, то есть, конечно, нужно приходить, смотреть, описи все стоят в конце читального зала, вам там все это объяснят, покажут, расскажут. Некоторые люди очень любят бегать по залу и спрашивать, у кого какая опись, но на всякий случай вам напоминаю, что там еще есть в начале компьютеры, на которых очень многие описи продублированы. Если вы не находите какую-то опись в конце читального зала, то, возможно, вам следует обратиться к компьютеру, а еще там есть путеводители, тоже очень полезные. Вот, выходим в ночь. Так что, когда вы приходите в архив, это первое, что вам скажут, снимать нельзя. В момент, когда вы заполняете анкету посетителя, вас ознакомят с правилами поведения в читальном зале, из которых это основное, речь идет, конечно, об оригиналах документов. Я, кстати, рекомендую эти правила читать, это не слишком длинный список, и в разных архивах он все же отличается, и на эту тему идет много баталий в генеалогическом сообществе. Обычно оформление в читальном зале по скорости зависит от того, насколько быстро вы можете написать заявление от руки. Так что, если с этим нет проблем, через пять минут вы уже знакомитесь с описями и путеводителями в бумажном виде или на компьютере. Основной зал находится там же, где РГАДА, то есть у них один вход, разные здания. Напоминаю, что в ГАРФ есть электронные описи, поэтому, если вы не уверены, есть там нужное дело или нет, вы можете посмотреть из дома. Но заказать его можете уже только придя, зарегистрировавшись через личный кабинет на компьютере. Красивый читальный зал. Самый старый архив – это РГАДА. Тем не менее, вам, скорее всего, понадобится 350-й фонд, который оцифрован, и его тоже можно снимать. Посещая архив, можно насладиться красотой здания одного из старейших архивов России, спрятанном в квадрате грозных высотных зданий советского периода. Обратите внимание, что попасть в архив можно только пройдя через основную проходную на углу переулка Хальзуновой и Большой Пироговской. От МЦК, если вы ей пользуетесь, удобно ехать на автобусе М3. В РГАДА тоже бывают очереди. Вот в этот читальный зал очень красивый, опять-таки. Вот на компьютере у меня открыто дело из 350-го фонда. Это зал микрофильмов. Если вы будете заказывать дела, вам выдадут микрофильмы, они будут в этом зале. В РГАДА часто проходят выставки. Ни на одну из них не было, ничего не могу сказать. Здание находится во дворе как бы самого этого архивного дворика, и выход сделан таким образом, что вы обязаны проходить через основную проходную вот сюда, чтобы попасть в это здание через дворик. Собственно, так вы спускайтесь в гардероб с очень красивым зеркалом. Но я думаю, говорить о том, какие именно документы содержатся в РГАДА, не надо, потому что все знают, что это архив древних актов, и если вам нужен документ древний, то он находится там. Во втором зале вы найдете дела, которые принадлежат фондам, которые начинаются с литеры А, ну и, собственно, еще какие-то другие дела. Зал находится неподалеку также от станции метро спортивной или МЦК Лужники, только через реку. И там, собственно, он очень маленький, как классная комната. Вы заходите, оставляйте там сумку, рюкзак. Собственно, можно все оставить в зале. А по поводу того, что содержится, ну, я всегда говорю, что касается ГАРФ, лучше зайдите на сайт и посмотрите описи. Там удобный поиск по ним, так вы поймете, потому что, грубо говоря, там содержится все, за исключением специализированных архивов. Очень интересный выбор дел находится в этом архиве. В Москве очень много архивов. Если не верите, возьмите справочник архива России. Там содержание на 15 страниц. И существенная его часть – это архивы именно Москвы и Питера. Поэтому, кроме второго читального зала ГАРФ, есть много мест, где я еще точно окажусь нескоро. Но такое богатство, безусловно, очень радует. Кстати, содержание справочника я на всякий случай оставлю выложенным по ссылке под видео. Вдруг кто-то заинтересуется, его, в принципе, можно найти в библиотеках. О библиотеках я думаю сделать еще одно видео в следующем году. В Москве одни только РГБ и историчка – это огромное подспорье для поисков. В историчке, кстати, есть абонемент, позволяющий заказывать издания из других библиотек, в том числе региональных, что очень удобно для редких краеведческих изданий. Если у вас действительно есть в этом потребность, это практически бесплатно. Что еще можно сказать про архивы? Приходите с небольшой папкой или прозрачным пакетом, так как с сумкой в архив вас не пустят. Так же, как и с водой, не говоря уже о других перекусах. Впрочем, видела в цгамме пожилого мужчину, таскавшего орехи тайком из своего внутреннего кармана пиджака. Обязательно записывайте все, что заказали, что получили, что вам не выдали и по какой причине. Даже если не понимаете зачем, потом потеряетесь в просмотренных или не просмотренных записях и будете сконфужены ощущением, что что-то упустили или нет. А проверить-то нельзя. Удачи в ваших поисках!